24 марта российская ракета, запущенная на запад Украины, пересекла границу и прошла над польским населенным пунктом Осердов. В ответ Польша подняла свои самолеты, сообщили в оборонном ведомстве страны. По словам министра обороны Польши Мечислава Бенека, российская ракета находилась в воздушном пространстве страны 39 секунд. Попытка ее сбить подвергла бы риску польских жителей, пояснили в оперативном командовании воздушных сил Польши. Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство. В свою очередь, министр обороны Польши Мечислав Бенек заявил, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела вглубь страны и направлялась к какой-либо цели на польской территории. В то же время в Литве призвали страны НАТО сбивать российские ракеты, учитывая, что они не в первый раз пересекают границы Североатлантического альянса. В Румынии произошел ряд нарушений воздушного пространства, и это не первый случай в Польше. И так, можно сказать, что один раз это ошибка. Но если мы позволим этому случиться, это будет выглядеть как приглашение. Поэтому нам придется изменить свою позицию и отправить очень четкий сигнал, что если это произойдет снова, ракеты или беспилотники будут сбиты. Варшава проинформировала союзников по НАТО о нарушении границы альянса российской ракеты 24 марта. Инцидент глава МИДа Польши Радослав Сикорский обсудил с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом. Мы потребуем объяснений, но, вероятно, получим какую-то демагогию. Вместо того, чтобы сеять террор в Украине, Россия должна бороться с террором у себя дома. НАТО оказалось в дюйме от полномасштабной войны с Россией, пишет британское издание «Экспресс». Западные аналитики призывают страны Североатлантического альянса поддержать оборону Украины, чтобы не допустить войны с блоком. Вы видели, что российская ракета прошла через воздушное пространство Польши. Польша – союзник. Вместо того, чтобы ждать, пока Путин нападет на союзника по НАТО и втянет нас в войну, я хочу вооружить украинцев, чтобы нам не пришлось воевать. Майк Макфол, аналитик Стэнфордского университета в соцсети ИКС. В Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ, пока идет война в Украине. В Варшаве заявили о намерении укреплять оборону Польши и усилить присутствие своих войск на постоянной основе на востоке, в приграничных районах с Белоруссией и Россией, а также Литвой и Украиной. Меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений, а так подчеркнул министр обороны страны. А вот высылать российского посла из Польши после того, как он проигнорировал дипломатическую ноту страны, сейчас не намерены. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.